Она завораживает и пугает. Она бывает тихой и бушующей. Почему каждая картина с изображением этой стихии необыкновенно притягательна? Море. Сегодня мы попытаемся разгадать эту загадку. Для создания картины нам понадобится холст размером 35 на 45 см, кисти, масляные краски, разбавитель, масленка и мастихин. Желательно иметь мольберт или этюдник для того, чтобы картина была зафиксирована. Итак, начнем. Первым делом мы набираем тон неба. Для этого смешиваем голубую ФЦ и белило. Небо у нас самое сильное, самое яркое пятно в картине. Именно от неба берется основной тон. В верхней части делаем его плотнее, ближе к нижней части оно у нас высветляется. Михаил, а как вы относитесь к морским пейзажам? Ну, это один из моих излюбленных видов живописи, жанров живописи. Я очень люблю писать морские пейзажи, очень люблю изображать море. Оно всегда разное, оно получается всегда по-разному. Марина. Жанр изобразительного искусства. Является разновидностью пейзажа. В его основе лежит изображение моря, а также событий, происходящих на море. В качестве самостоятельного вида пейзажной живописи Марина выделилась в начале 17 века в Голландии. Обычно вы пишете его с натуры или как-то по-другому? Море невозможно писать с натуры. Еще Иван Константинович Айвазовский говорил, что порыв ветра, всплеск волны и всплеск молнии, невозможно писать с натуры. Для этого нужно иметь память, воображение, все время ими пользоваться. Это очень достаточно сложная стихия, которая требует очень сильного внимания, очень серьезного отношения для изучения. Добавляем в голубую ФЦ небольшое количество фиолетового цвета. Это нужно для левой стороны холста. Михаил, получается, море с натуры вообще не рисуют? Никто не рисует? Практически нет. Были несколько художников, которые рисовали море с натуры, приезжали на место, рисовали. Например, Сильвестер Щедрин был такой знаменитый русский художник. Но все равно он пользовался определенными шаблонами, определенными навыками в изображении. И несмотря на то, что картины были достаточно живые, все равно некая соломность, она проскакивала в его работах. Тем не менее, это был один из самых выдающихся художников своего времени. И однажды Айвазовский, будучи пенсионером от Общества поощрения художников, поехал в Италию, становился именно на те места, на те точки, с которых рисовал Сильвестер Щедрин. И, стараясь изобразить море, писал с этих точек. Но у него мало что получалось, пока он не попробовал рисовать по воображению. После этого море заискрилось, засияло. И на выставках эти картины, написанные по воображению, вызывали восторг у зрителей. То есть они всегда несут личностный какой-то отпечаток? Да, безусловно. Вполне возможно, что это даже картины фантазии в какой-то степени. Яркие представители жанра «Марина» – англичанин Уильям Тёрнер и русские художники Алексей Боголюбов, Сильвестр Щедрин, а также Иван Айвазовский, написавший около 6 тысяч картин на морскую тему. Сейчас самое главное для нас – это сделать тоновой переход от достаточно насыщенного темного к светлому. Поэтому мы потратим достаточно много времени на все эти переходы на воде и на небе. Михаил, ну то есть получается, что каждое море выглядит по-своему? Конечно. И вы можете различить, что художник рисовал, даже не зная? Я имею достаточный опыт, поэтому я даже могу отличить, кто это нарисовал, если это достаточно именитый художник. В принципе, конечно, все зависит от настроения. А чем моря отличаются? Ну, где-то очень большие волны, где-то цвет воды другой. Например, у Чёрного моря, оно поэтому так и называется, достаточно тёмные воды. А если взять Средиземноморское побережье, то там достаточно прозрачная вода. Разные берега, где-то скалистые, где-то песчаные. То есть это всё обладает определённого рода отличительными чертами, которые можно в последующем попытаться передать. Сейчас мы нарисуем линию горизонта, подмешиваем больше голубой ФЦ. Не нужно стараться делать абсолютно чёткую линию, она должна быть воздушной, с ощущением воздуха, пространства. Но при этом, естественно, не кривой. Достаточно ровной, чтобы передать море, и недостаточно чёткой, чтобы передать воздух. Теперь подмешиваем в синий цвет небольшое количество жёлтого. Таким образом, создадим зеленоватый оттенок. Вы видите, на палитре я не использую зелёный цвет, потому что его очень легко сделать, смешав жёлтый и синий. Таким образом, мы получим зеленоватый тон. Волнообразными движениями укладываем краску на воде. Движения должны быть похожи на волны или лодочку. Как будто лодка раскачивается на воде. Что это даёт? Это даёт ощущение волн. То есть, опять же, мы не стремимся показать абсолютно точную копию данной работы. И мы просто выполняем некий этюд, который будет полностью отражать те приёмы, которые были использованы в картине. Михаил, а существуют ли какие-то жёсткие правила при написании морских пейзажей? Конечно. Например, вода должна быть достаточно гладко написана. Кроме того, в воду можно писать несколько приёмов, дожидаться, когда она высохнет. Ну, я имею в виду, краска высохнет. Пену, наоборот, можно писать фактурно, рельефно, так, чтобы она выделялась на фоне воды. Чем ближе мы подходим к нижнему краю картины, тем волны должны становиться более большими, широкими. Подразделяются ли морские пейзажи на виды? Да. В вашем вопросе уже есть ответ, потому что есть пейзажи, которые показывают только морскую стихию, есть пейзажи, которые передают виды. Вид на Кронштадт, вид на Одессу, на любые географические пункты. И, в принципе, если мы рисуем обобщённый пейзаж, абстрактный, то мы можем придумать его. А если мы в названии или в задумке уже используем название какого-то географического пункта, то мы должны ориентироваться на него и делать так, чтобы он был похож на предполагаемый вид. Видите, я начал с холодного и постепенно пришёл к достаточно зелёному тону. Теперь нам нужно усилить этот тёмный тон, поэтому я добавляю в замес коричневый оттенок. Это может быть Умбра натуральная или Марс коричневый. Во Франции существует официальное звание художника морского флота, которое присваивается министром обороны, выдающимся художником-маринистом. Звание может быть присуждено не только художникам, но также фотографам, иллюстраторам, гравёрам и скульпторам. По правому краю мы делаем более коричневый тон. Может быть, даже можно добавить немного охры. И всё время краску растягиваем. Начинаем потихоньку вплавлять в жёлтый тон, чтобы создать зелёный оттенок волны. Не нужно бояться выходить за края, там будет пена, она всё равно всё это поменяет. Поменяет. Михаил, вы никогда не видели море в шторме. Вы изображаете его на своих картинах? Конечно. Более того, я сначала начал писать море, а потом его увидел. Ну, я считаю, что то наследие, которое оставил Айвазовский, оставил Тёрнер и многие другие художники-маринисты, его вполне можно использовать, даже не видя моря. Естественно, увидеть его нужно, стоит. Нужно всегда обращаться к натуре. Но в общем и целом, если нет такой возможности, то вполне можно использовать наследие старых мастеров. Что вообще даёт копирование художнику? Вы пытаетесь кого-то копировать? Естественно, первая моя копия была как раз картина Айвазовского. Название её я не помню, честно говоря, не могу сказать. Но это была моя первая работа. На одной из первых выставок, когда я учился, она была сразу куплена из галереи. И меня это очень удивило. Как молодого студента, который ещё никогда не продавался, первая работа, которая была куплена, это была копия мариниста. И меня это заинтересовало. Хотя первое время я с огромным трудом копировал Айвазовского, не понимал, как он это делает. Со временем я понял его технику, понял, как он это делает, какие задачи он решает. Конечно, не всё, какие-то вопросы всё равно остаются, на то они и старые мастера. Но в общем и целом, это, конечно, очень полезное занятие. Копировать старых выдающихся художников – это всегда интересно. Теперь мы добавляем больше жёлтого и больше белил. Таким образом мы получим красивый желтоватый оттенок волны, сквозь которую пробивается свет. Михаил, а что символизирует море в живописи? Всё зависит от поставленной задачи, но очень часто это изображение внутреннего состояния человека. Так, в одной картине под названием «Неутешное горе» Крамского, он изобразил смерть своего ребёнка в такой форме. Там стояла его жена, утирая слёзы. И на заднем плане было изображение картины Айвазовского «Чёрное море». Такое гнетущее, тёмное, с тяжёлым состоянием. Это море, как нельзя кстати, подошло к передаче такого тяжёлого состояния матери перед таким чудовищным горем. Также можно морскими пейзажами показывать радостное настроение. Например, у того же Айвазовского есть картина «Девятый вал», в которой показана надежда на спасение. Вся картина очень светлая, солнечная. И хоть и называется «Девятый вал», но ощущение такое, что этот «Девятый вал» уже прошёл. И люди, которые остались живы на осколках мачты, на осколках корабля, видят спасение, которое не видит зритель, и тянутся к нему. Может быть, тянутся к солнцу, может быть, к спасению. Художник даёт зрителю возможность додумать этот вариант и сделал зрителя соучастником своей картины. Для изображения скал мы подмешиваем голубой ФЦ и зелёному тону небольшое количество коричневого цвета. Это нужно для того, чтобы выделить скалы на фоне неба. Добавляем больше белил. Делаем это так, чтобы вдалеке скалы списывались в том небо, делались похожими на тональность неба. Михаил, ну вот глядя на эту картину, которую мы сейчас изображаем, в каком состоянии был художник? Что он хотел передать? Как вы предполагаете? Я думаю, восхищение этой стихии, радость от возможности передать этот неуловимый момент бури. То есть это всё-таки буря? Мне кажется, это неспокойное море. Всё-таки корабли далеко от берега, птицы летают низко. Может быть, буря уже заканчивается, но буря непременно была. Берём коричневый тон и изображаем камень с правого края. Обычной овальной формы. Ничего сложного нет. Этим же тоном мы усиливаем тень на дальних скалах. Нижнюю часть скалы делаем более размытой. Здесь у нас будет находиться пена. Поэтому здесь не нужно никаких чётких форм. Всё должно быть очень размыто. Более холодным. Если нужно, усиливаем воду дальнего плана. Делаем более тонкие, более короткие волны. Чем дальше от нас волна, тем меньше она видна. Тем тоньше она становится, тем тоньше и короче. Теперь мы берём жёлтый и голубой ФЦ. Смешиваем. Получаем насыщенный зелёный цвет. Этим цветом усиливаем тень у падающей волны. Усиливаем теневую часть. Добавляем небольшое количество коричневой краски. Михаил, а почему пальцем вы сейчас? Что вы делаете? Пальцем очень удобно создавать вот эти мягкие переходы. Я всё время чищу палец, создавая переход одного цвета в другой. Вы видите, как у нас появляются переходы от очень светлого тона к достаточно насыщенному тёмному тону. Вот на данном этапе подмалёвок мы закончим. И следующим этапом мы сделаем прорисовку. Берём белило и начинаем намечать те области, где у нас будет пена. Простыми движениями по направлению сброса пены отрывистыми мазками начинаем укладывать форму. Не нужно делать её чётко. Здесь всё размытое. До самого последнего момента мы всё оставляем едва видимым, размытым. Просто создаём размытые пятна, поверх которых будем добавлять более чёткие детали. Движение пены повторяет движение воды. То есть волна у нас падает, значит, пена также укладывается по этому движению. Теперь мы берём в руки кисть потоньше. Берём белило и начинаем набивать крупные мазки поверх положенных мазков пены. Мы проходим по бликовым участкам на разных формах пены. Задаём тем самым какую-то более сложную фактуру. Где-то делаем тонкие мазочки, где-то делаем лёгкие мазки, где-то твёрдые, жёсткие, где-то воздушные, где-то едва уловимые. В общем, чем больше мы будем наслаивать разные по фактуре, по размеру и по типу мазочки, тем интереснее будет работа. Проходим по гребню волны, делаем его более контрастным. Набиваем пену на волнах дальнего плана. Михаил, ну вот лично для вас в этой картине что самое сложное? Пожалуй, правильно и грамотно нарисовать сетку пены на волне. Теперь мы берём в руки мастихин, смешиваем золотую охру с шёлтой, добавляем белила и не сильно перемешиваем. Так, чтобы у нас получалась разная фактура при движении мастихином. Смешиваем белила и разные виды охры. Намечаем скалу переднего плана. Здесь должно быть очень лёгкое движение. Никакого продавленности, всё должно быть очень воздушным. Смешиваем голубую ФЦ и фиолетовую. И намечаем облака. Облака нужно рисовать в свободной лёгкой форме, не допускать их изображения, как на детских рисунках, когда их изображают просто кругляшами. С левой стороны едва намечаем эти бликовые места. Они не должны быть такими же яркими, как облака ближе к центру картины, когда потеряется ощущение ракурса, ощущение акцента. Берём в руки тонкую кисть и намечаем парящих в небе птиц. Намечаем парусники вдалеке. Теперь мы берём светло-зелёный тон и намечаем бликовые участки на хвост с левой стороны от скала. Ну вот наша картина окончена. Спасибо, что вы были с нами. Любите живопись и до встречи через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова